Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стихи. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу, а после раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю Отца, говорят ему, первый, Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мы, тари и блудницы, поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Толкование блаженного Феофилакта. Господь приводит здесь два рода людей, из которых один сначала давал обещания, каковы были иудеи, говорившие, все, что сказал Бог, будем слушать и исполним. Но в самом деле не исполнили, а другой не был послушен. Каковы любодейцы, мытари и язычники, вначале непокорные воле Божией, а потом раскаившиеся и сделавшиеся покорными. И уже после того, как они высказали это, говорит, «Иоанн пришел путем правды, то есть жил безукоризненно, так как вы не можете сказать, чтобы жизнь Иоаннова была чем-нибудь зазорна. Однако блудницы послушали его, а вы – нет. Посему они и предваряют вас, то есть прежде вас входит Царство Божие. Итак, почтитесь, и вы войти, хотя после них и по их следам. А если не уверуете, то отнюдь не войдете. И ныне многие обещаются Богу и Отцу принят иноческий или священный сан, но давшие обещания ослабевают и живут по-мирскому. А другие, и не обещавшись ступить в монашество и сделаться священниками, живут как монахи или священники. И таким образом они становятся послушными детьми, исполняя волю Отца и без обещания. Толкование закончилось. Тут еще даже добавлять не надо. Как раз уже захватили, что о священниках. Вот придумали это монашество. Блаженов и филакцам монах был уже 900 лет прошло, тысячи лет, 1100, это он в Болгарии был. У них навык был от рождения к этому. Но это он тоже должен был рассмотреть. Меня иногда даже упрекают, просто, ну как так вы даже блаженов и филакта пытаетесь подправлять? Да я вообще буду подправлять-то, он святой. Ну, ясное дело, что Господь не заповедовал быть монахом. Я говорю, идите по всему миру. А здесь наоборот. Из мира выбирайте самых крепких, самых верующих. И строите стены мандры. И над ними поставьте хранителя этой мандры, стены архимандрит. И вот они там будут спасаться. У них будет особый устав, разговаривать ни с кем нельзя. Даже идут на обед, разговаривать нельзя. Обедают молча. Голова, говорится, между ног вот сидят. Отец таким как-то натолкнулся. На фоне у них был. Ну, думаю, уж пойду хоть за столовой поговорю. Ничего-то не бывало. Подхлебали, борщ сидят. Обратно головопущенное пошли. Башлыки придумали надеть. Это крещащее антиевангельское учение. Оно погубило христианство, каким оно должно было быть. А осталось вот это монашеское христианство, которое принесли на Русь. Сказали, пойдем, приняли. А пойти-то не пошли, а занялись своими делами. А свои-то дела какие? О спасении. О спасении началось изощрение уже. Самое настоящее. Садизм по отношению плоти. Когда неверующим людям начинаешь рассказывать. Вот ты, я спрашиваю, Алексей, ты верующий сейчас, да? А вообще, с кого ты назван Алексеем-то? Ну, Алексей Божий человек. Так он хороший? Ну, святой. А он умер, от него благоухание было. И все. Ну, ты знаешь, хотя бы маленько-то. Он сказал, пойду. Ну, верующий был, да. А семья была верующая? Да, очень верующая. Мать была верующая, отец богатый. Как же он в брачную ночь от жены? В окно вылез, наверное. И ушел. Почему это за день раньше-то не сделал? Вот поменчался, пришел домой. Она думает жить. Жениха нету. Туда-сюда нету. То есть он сказал и ушел. А теперь пришел и все остатки жизни. Жил тут на него. Помои слуги лили. Мать сидела терзанность. Невеста просидела всю жизнь у окна, плакала. Он сидел здесь и смотрел. Он спасался. А они? Ну, я говорю, у тебя дочь-то есть? Да, есть. Ну, ты, Алексей, ты его чтишь? Ну, конечно же, святой. Ну, почтение к памяти святому. Златоуст говорит, подражание ему. Мы должны подражать. Скажи, чему можно подражать? Ну, как? Его святой жизни. Он еще не понимает, что через одну минуту он будет по-другому рассуждать. Я говорю, ну, твоей жене дочери женился. У меня большая. Да она на выданье, дочь у меня. У нее жених есть. Ну, вот он получил ваше согласие родительское. Расписались там в ЗАГСе. Повенчались. И в брачную ночь он ушел навсегда. Ты что скажешь? Своими руками задавил бы. Ну, вот и все. А всю жизнь Алексей, Алексей, вот в честь кого ты назван-то. Понимаешь, как? Ну, вдумайся в это. Он сказал, пойду и не пошел. Куда он пошел? Он пошел своим путем. Когда человек принимает крещение, он обещает сослужить Богу доброй совестью. А какая же это добрая совесть, когда люди Христа вообще не знают? И вот это пойду и не пошел в первую очередь к православным. В первую очередь. Потому что спрашивает священник на исповеди? Спрашивает о грехах. О грехах. А главное не спрашивает, рожден ли свыше. И сам-то он рожден ли. И второй вопрос. Имеешь ли ты Духа Святого? Ну, это гордый вопрос. То есть начинает здесь в святость играть. Да какой гордый, когда ты говорил, печать дара Духа Святого. Ты меня всего запечатлел животворящим крестом. А теперь жить в Духе Святом? Ой, это гордость. Я сказал, говорю, мои книги, они написаны в пророческом духе. Как с ума сошла одна. Да это нельзя говорить, это гордость. Я говорю, а ты знаешь, пророки, чем отличались от других людей? Они не лицемерили. Они сказали, пойду и пошли. У них была решимость восстать против существующего государственного строя. Против священства. Ты посчитай. 32-я глава, это 23-я глава Иеремии, там, языки Иля. Ты посчитай. Почитай Захарию. Он говорит, тебе, пастырь, я вырву глаз твой правый. И руку тебе отломлю. Вы куда народ завели? Обцы разбрелись, никто их не пасет. Лживые пастыри. Вот пророки это говорили. А я в своих книгах постоянно привожу пророчества. Вот в одной, в каждой книге, вот которая, один том возьми. Вот третий том, вот, открытым оком. Это Господь позволил мне издать открытым оком 30 томов по 752 страницы. Это мои проповеди. И одновременно здесь разбирается пособие по изучению Евангелия от Иоа Марка. Вот кто желает создать общину верующих, приобретите третий том. И по нему начинаете, вот здесь, большой-большой материал. Вот, собственно, если взять материал-то немой. Я на основе другой, когда-то попадала брошюрка, и на этой основе я конспект сделал. А потом, уже спустя 40 лет, вот написал. Кто это, откуда. Я только слышал, что был такой проповедник Николаи. Николаи. Я так подозреваю, что это он. К нему как-то близко знаком ли был отец Ярла Николаевича Пейсти. Это более ранний период. Вот и все. Ты сказал, пойдешь, ты пойди. Пойди за Господом. И никуда-то, ни в монастырские стены, а в виноградник Господень. А виноградник Господень, это вся Вселенская Церковь. Да это весь мир. Где надо идти и обращать. И как это вот сегодня считает Евангелие? Как можно не понять, что речь-то о нас идет конкретно? Мы не пошли в виноградник Господень. И вот главное, это структура церкви. Структуру церкви Сергий Строгородский спасает. А нужна она, эта КГБ-вская структура, НКВДшники? Тут уж даже, говорите, еще тогда был Харчев. Председатель Совета по делам религии. Предсовете министров СССР. И он близко знакомый Александру Нежному, такому очень известному, честному писателю в Москве. И он в огоньке печатал это, и свои беседы с ним. Все 100% архиереев ставленники КГБ. Куда они пошли? Но они же обещали идти за Господом. А куда они пошли? Выполняли все их требования. Всю заразу коммунизма развозили по всему миру. Это их сотрудники. Пятый отдел КГБ Московской Патриархии. Это не только отец Глеб Якунин говорит. Недавно Павел Адельгейм, этот зарезанный священник, он неотлученный был. И он как раз все это приводит. Зоя Крахмальникова, Виктор Потапов. Все документировано, показано из заклада Фурова. Фурова. Но это, знаете, это такие обеты. Ну давай, перечисляй, какие обеты. Ты вчера только был пострижен. А архиерей демонстративно бросал ножницы, а он по полу ползет в храме. Эти ножницы берет, подползает и ему подает. А это означает, что тебя не хотели монахи, а ты просился. И опять архиерей берет ножницы в руки, считает, опять бросает. Ножницы, гляжу, катятся по полу, вокруг народ стоит. Показать, как батюшка начинает на каждом богослужении. Икона целова демонстрирует, что он не принадлежит к иконоборцам. Вот только что. Мы и так знаем, батюшка не иконоборец, но это в устав заложили. И вот это в уставе он ползает, на животе ползет. Потом на коленках ползет. Я видел, как монашество принимает, а потом начинает. Да вот знаете, это в крещении обет. Значит, крещенский обет и ты попрал, благодаря монашеским. Служить доброй совестью. Да тебе 10 жизней не хватит совестью. Ты ее сделай доброй. Пробуди совесть. Ты бессовестный. Ты обманываешь людей сейчас. Ты что наделал-то здесь? Сколько у тебя жен тут осталось с детьми? Теперь ты спрятался в монастырь, элементы не платить. Я беседовал с ними. Ну, зачем же себя, людей пытаться обмануть Бога? Везде обман. Ничего, кроме обмана, нет. У меня небольшой рассказик был такой документальный, что царь раньше ездил без охраны. С ним ездил только его кучер. Больше никого не было. Царь Николай Первый. Его хотели свергнуть. Он после этого. Арестовали этих декабристов. И он поехал к какому-то генералу далеко. В гостинице остановился. Ну, перекладывает лошади не в гостиницу, а там, а в постоялый двор. Ну, и он с людьми разговаривает конкретно. Комары появились, летают тут. Вот. Ну, как живете? А у него ребятишек много. Ну, ясно дело, доход-то небольшой. Кто-то едет, заплатит где-то. Но он знает, это едет царь. И он ему все это жалуется и думает, может, царь что-то даст. А царь спрашивает. Попил чай у него и говорит. Евангелие-то у вас есть в доме? Он говорит, есть. Достает на божнице, стоит Евангелие. Вот. Он открывает Евангелие. Вы считаете, да, каждый день читаем утром по одной главе. Где? Ну, вот закладка где. Мы от закладки начинаем и читаем дальше. Ну, царь отвернулся, постоял, почитал, закрыл Евангелие, опять поставил его на божничку. Ему дал деньги, больше дал, чем положено, там, раза в три. Он Евангелие положил на стол. Да, на стол, говорит, положил. Вот. Когда царь уехал, он раскланялся, вернулся домой и решил рассчитать все уже царем. И говорит, я так ждал, что он, я сказал, что у меня лошадь одна больная. Ничего не дал-то. Евангелие швырнул в сторону. Евангелие что-то тут придумал считать. Я его взял-то, Евангелие, зря. Там ни картинок нет, ничего. Ну, возвращается через день два царь. Заезжает вид, что-то неласково так его встречает, хмурый. Ну, поговорил, а потом спрашивает, Евангелие-то читаете? Конечно, читаем-то. Ну, сколько? Ну, вот вас не было два дня. Мы две главы прочитали. Царь подошел опять, Евангелие-то открыл, где закладка-то была. А там лежат ассигнации. Деньги. На которые можно было полностью дом построить, лошадей купить, детей в городе учить. То есть большие там лебеди назывались, Екатеринки, по 100 рублей. Когда там на 5 рублей можно и корову было купить и все. И он увидел, как у царя мелко задрожали плечи. И он опустил голову, постоял. Обман. Лгут. Везде обман. Везде лгут. И здесь вытащил эти ассигнации. Положил себе в карман и поехал. Вот как. Нам, если бы такие-то ассигнации закладывали где-то на закладках нашей совести, чтобы пробуждали, наверное, заботились бы. Считали бы Евангелие. Но нам обещано Царство Небесное. Я такие рассказики, документированные, очень ценю. Они как бы подтверждают. И тогда дошло до царя, он отрекается, говорит, повсюду. Везде. Везмена, трусость и обман. Последние слова царя Николая II, который отрекался уже от престола. Это Толстого рассказ, да? Да нет, это не у Толстого. Я считал, такой был паломник, большой журнал, церковный журнал. И там это все было написано. Вот какая штука. Но я это все обращаю к Евангелии. И поэтому они у меня, эти рассказы, получают как бы другое освещение. Я его представляю конкретно, вот к эпиграфу. Ну, Господь сказал, иди, тот не пошел. Не пошел этому, а кто пошел тогда? А пошел те, которые не хотели идти. Ты таких найди, которые подходят в последний момент. А может, в сектанты пошли. Тут уж кому, как говорится, повезло. Вот, считай дальше. Поиграл и заснул. Мамка пришла, все, воткнулся. Давно играл. Посмотри его, как спит-то. Подойди вот сюда, глаза его покажи. Прям по-настоящему. Зажмурился. За сосок у мамки усыпется и спит. Глаза-то полностью зажатые. Закрытые. А это мамка вот этой вот. Это вот внученок ее. Сзади. А, нет, в комнату у меня в подпол залазит, тут дырка. Там через фундамент дырка и на улицу. Маленько погодя, ну и мышку приносит. Это берет, съела. Это даже играть еще не умеет. Он совсем маленький. Гляжу, и это принесла. Поиграла, дала мамке. Мамка съела. Здоровая мышь. Вообще, сколько они мышей на подступе к дому там ловят. А здесь, конечно, нет. Это очень хорошее египетское чудо-совершенство. Вот оно. Дальше. Евангелие от Матфея, 21-33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило. Построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился толкование. Сей человек домовладыка есть Господь, названный человеком по своему человеколюбию. Виноград есть народ иудейский, насажденный Богом в земле обетованной. Ограда означает закон, не позволявший иудеям смешиваться с язычниками или святых ангелов, хранивших Израиля. Точило – жертвенник, столб – храм, делатели – учители народа, фарисеи и книжники. Отошел же домовладыка Бог, когда уже не хотел более говорить с ним в столпе облачном. Или отшествие Божие означает долготерпение, так как Бог представляется и спящим, и далеко отстоящим, и не слушающим, когда долготерпит, не обнаруживая гнева всякий день, и не тотчас подвергая нас истязанию за неправды наши. Вот толкование на этот стих. Виноградник, иудейский народ. Это первоначальный смысл притчи, потому что насадил виноградник сей. Далее виноградником становится весь мир, то есть язычники имеют доступ в церкви, входят в церковь Христову. Это было необычно. Это средостение, разделяющее стену, иудейский, богоизбранный народ, от язычества была Христом устранена. Это жертва его. И вот теперь с этой позиции надо рассматривать. Насадил виноградник, насадил, отдал. Кому отдал? Они должны заботиться о винограднике, то есть о людях, как они заботятся. А священникам народ-то не нужен. А они нужны им для антуража, чтобы не скучно было. Приходили, свечки покупали. Заниматься людьми-то ты знаешь, как надо? Я еще раньше слышал. Я, в пример, беру то, чтобы понятно было, баптистов. Приезжает ко мне один знакомый, он православный, баптист. И он ко мне заезжал, заезжал, и православным сделался. И вот, говорит, в Алма-Ате две большие общины были при советской власти. Когда все зажато было. И они разбивают по районам. И везде свои смотрители, которые должны на дому посещать. Особенно это хорошо поставлено у так называемых свидетелей Иеговы. Хотя правильно называть лжесвидетелей под именем Иеговы. Или от имени Иеговы действующих. Они работают. Знают до единого члена своих общин. Они идут к ним. Они помогают им. Вновь обращенным. Бывшим. Всем дают работу. Здесь никто, никого. Пришли, отстояли, вышли из храма, рассыпались. Вот к нам подходит одна женщина. Я, говорит, ходила уже сколько лет. Лет пять или больше. Ох, как он ее добивается. И никто ко мне не подошел. А я стеснительно. Не знаю куда, как Чернявская, Александра. И вижу, говорит, все время люди собираются. Какие-то кучкуются здесь. А кто такие? Это наши люди приходили. И вдруг один молодой человек подошел. Говорит, а вы не хотели бы? Слово Божие послушают. Да я хочу. А то Игорь Критяков подошел к ней. И она все это описывает. Но это уникальный случай. Что мы в Барнауле. Она это видела. Ну а дальше-то в винограднике. Ты разбери, что ограда закон. Закон это, я считаю, как отдельные заповеди. Они вот как доски набитые. Как штакет. Чтобы ловите нам лисис или синят, которые портят виноградник. Песни песней. Они не пролазят туда. Это вот одну из заповедей где-то убрали или выломили. А теперь вот у нас какая дыра. Тут уже пролазят. Ну вот. Понятно. А две заповеди. Вот она уже какая. Ну. Ограда закон. Закон-то не знает. Закону надо учить день и ночь. Совершенно не знают. Приходят, причащаются. Им только одно. Не заходите в брюках. И то это редко где написано. Чтобы не накрашенные были. А то кому вы говорите? Неверующим? Ну. Всякие заходят. Ну она зашла и хочет причаститься. Вы причастите? Ну а как же? Конечно. Ну а другая говорит. Я хочу креститься. Ты сразу крестишь? Ну а как? Я обязан крестить. То есть. Больших врагов придумать нельзя. К окрещению от трех до пяти лет готовила церковь. Епископ Нон говорил. Приходящих от блудной жизни не скоро крестить. А как же еврейские сказали. Что нам делать мужи, братья. 2.38 Деяния апостолов. И сразу две тысячи человек крестилось. А потом три тысячи. Ты не забывай, что это люди. Которые закон Божий знали. Они ходили в храм Божий. Ходили в синагоги. А эти люди, советские коммунисты. Они ничего не знают. Они к Кашпировскому ходили. К Чумаку. Они там занимались буддизмом, кришнаистом, чем угодно. И вот этот закон, ограду, надо восстановить. Это научить людей, что ограда разрушена. Грехи вторгаются. Подряд все. Ни одной нет заповеди, которая не была бы нарушена. Даже простое. Не произносите имени Господа Бога твоего напрасно. Вот смотришь даже фильм. Он как бы на документальной основе. Вот лежит там в Америке. Там вулкан извергается. Это смерч где-то. И все только одно. О Боже. О Боже. Это уже когда нужда большая. А дальше ничего не говорят. Имя Бога в суе. И все время везде, советские, русские фильмы, все время посылают к черному. А пошел ты к черному. А ты к черному. То есть черт упоминают где-то. Это прихожане. Закон разрушен. Награды нету. Женаты по нескольку раз. Церковь венчает несколько раз. Пугачеву, Аллу Борисовну сколько раз венчали? С кем? Кто венчал? А там чуть не патриархию. Ну деньги все делают. Опять какого-то мальчика нашла. Это Смирнов говорит. Опять там. Ну кто там? Галкин. Ну. Киркоров там прочее. И все венчается. Венчают в церкви. Они живые. Ну нашли что? А вроде изменили. Да ни в печати нигде не было, что он бы изменял-то. Может быть наоборот? Чти отца и мать. Как чти? Объясните с духовной стороны. Родители коммунистов. А он уверовал. И говорит. Если ты будешь ходить, я тебе решу там то проще. В дурдом отправлю. Так чтите вы или нет? Заповедь в силе остается. Это надо объяснять человеку. Чтить в смысле заботиться, молиться, говорить ему о Боге. А не в том, чтобы слушаться, подчиняться и уйти из церкви. Вот когда начинают, придумали слово тоталитарное. Языком. Та-та-та-та. До того интересно. Лопочет. Я говорю. А что такое тоталитарное? Практически еще ни один мне этого не объяснил. А тут всего четыре условия. Лишение свободы передвижения. А где это? В монастыре. В монастыре. Лишение пользы средствами и пенсии. Да нигде этого нету. Не в сектах нигде нет. Это только в монастыре. Ну и дальше. Лишение свободы, общения, переписки. Это нигде нет. Это только в монастыре. Это ни в одной секте нет этого. Ну может где-то там, которое мы не знаем. Есть, говорит. Один там в пустыне. Пискариками спасается. Вот. Это относится к монастырям. Слово тоталитарный относится больше. Даже вот это советский строй. Понятно, денег нет в колхозе. Передвигаться нельзя. Все условия. Это же самое Германия, Гитлер это не относится. Потому что люди передвигались, средствами пользовались, им платили. Это не тоталитарный. Тоталитарный только в смысле, что нигде ничего не скажи, нет свободы печати и прочее. Главное, это вот советские и их производная Московская патриархия и монастыри всегда были тоталитарными. Но они обещали-то служить Богу, а служить, главное, Авва. Это дороже молитвы и дороже всего, что послушание. Дороже поста и молитвы. Вот придумали же это. Дороже поста и молитвы. А поста и молитвы боится сатана. И он это сделал. Это от сатаны. Это слово. Постом и молитвой побеждается дьявол. А теперь на место дьявола встал настоятель. Поста и молитвы не надо. А дьявол тогда и остался. Он только под другим обличьем. Я стал расследовать эти слова. И я нашел, что никто так не помогает дьяволу и его царство строить, как монашество. А ведь они обещали, сказали, я пойду и не пошли. Это они. А другие люди, которые не знали ничего и уверовали. Он мирянин говорит. И мирянин. А и выполняет то, что монашество. Есть такая вот книга к истинному православию у меня есть. Вот. Вот эта вот книга. Я материал на нее собирал 40 лет. 40 лет. И здесь есть такое слово о священстве отдельно. Проповедь. О благовестии. Ничего не видать? Вот так. И здесь говорится о том, что Сергий Строгородский сказал когда-то. Будет времена настолько тяжкие, священники настолько далеко уйдут, но Бог восставит защитников истинных измерян, не обладающих никакой другой харизмой, кроме веры в Бога, которая на это не избранная. И через них начнется возрождение церкви. Ну, люди это читают, эти слова. Да, они напечатаны. Я это взял из московской патриархии, из журнала. Вот. Я никуда не стал это относить. Я сразу понял, это ко мне относится. Я не священник, никто. Я должен этим заниматься. Ой, как высоко себе думаете, это гордыня. То есть слово гордыня, они знают. Ну, какая гордыня? Если Бог дал мне веру, это гордыня. Это избрание Бог надо мной совершил. Мало избранных. Я в числе малых оказался. Бог дал мне любовь ко Христу. Это гордыня. Они не знают, где записано. Но вы говорите, что у вас Дух Святой есть. Но я в Духе Святом и должен жить. О, это гордыня. Православные не должны так говорить. Они грешник, супергрешник, многогрешник. Как свинья в кале лежит, так и я. Вот как должен говорить-то. Ну, я такой и был, но меня Господь очистил. Павел говорит, но такими были некоторые из вас. Ну, омылись, но осветились, но очистились. Я другой теперь. Я совершенно другой. Это подтверждает мать, отец, родственники, все. Какой я был и стал. Я уже доказываю на своем опыте. Нет, так. Вот вы говорите, другой стал. Это тоже гордыня. Ну, то есть православные, сотлевшие мозги, это попы их так приучили. А если бы люди считали Слово Божие, они бы понимали. Сын был мертвый, я жил. Это я был мертвый. Я ушел далеко в другую страну. С чем я занимался? Готовился террористом быть. Как, хорошо это? А теперь сделал Господь меня давить, тюрьму сажать. Ну, это разница или не разница? Они не могут ничего сказать. Помутненные, разбитые, раздавленные мозги православных прихожан. Вот этот закон разрушен, ограда разрушена, они не знают. Я говорю, поставил башню. Что такое башня? Башня тут написано, это храм, храм. А жертвенник, куда денете? Тащила, тащила, это жертвенник, это крест. Храм, храм, это храм моей души. Теперь не только тот храм. Бабку пошел сосать, у нее тоже недавно был. Видишь, какой шустрый парень растет. И это мы берем не с небольшого отрывка Евангелия. Ты его раскрой. Как оно засияет? Оно живо и действенно и касается меня. Каждое слово касается меня. Златоуст говорит такое слово. Что евангельские слова надо усваивать. То есть присваивать. Баптистов, иногда там других сектантов обвиняют. Что они говорят, что ты уверовал. Христос должен быть лично твоим спасителем. Именно так учит нас Евангелие. Православное слово личное не знает. И считает оно сектантское. Как? Вот это и есть усвоение. Он умер за меня. И кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. Меня. И тогда появляется живая вера. Я исполняю чувство благодарности. Что он искупил меня. Такие страдания принял за меня. И вот этот поставил точилы. Где ногами топчет виноград. И течет вино. Тогда это и есть жертвенник. Голговский крест. У православных они не знают. У них знает кровь. Это в чаши, в которые батюшка выходит. Причищать. Я говорю, ну кровь-то Христа. Я знаю о крови Христа. Причищаюсь. Я говорю, на Голгофе кровь-то. Это только оттуда идет. Как воспоминание. Все творите в мое воспоминание. Как воспоминание. Это реально. Я верю, что это реально. Присуществление. Но ты должен на Голгофу войти. А не так воображение своем. Я пойду в храм. Причищусь. Как про католического святого. Там у них остаются запасные дары. И они там в подвешенном состоянии. И он целыми днями и ночами сидит. И смотрит на этот сосуд. И думает. Вот видишь, какой был святой. Они его канонизируют теперь. Ты должен день и ночь петь. Зайдем на Голгофу, мой брат. Там посланные Богом Мессии распят. О правде святой проповедовал он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Это одно из песнопений. Сборники духовных песен. Почитай-ка по порядку. Позойдем на Голгофу, мой брат. Он жаждет. И жаром ланиты горят. Он жаждет. И уксус тому подают. Чьи воды живые для мира текут. Пойдем перед ним. И там 6-7 куплетов. И все. Взойдем на Голгофу, мой брат. Не в алтарь пойдем. Ни к алтарю, ни к батюшке. Это Писание об этом говорит. Слово придите ко мне. Все труждающиеся обремененные. В разных вариациях. В Библии встречается 1900 раз. Провели исследование. И два раза говорится. Отойдите от меня. Кто? Проклятый в огонь вечный. И когда вот это идет проклятое. Я отношу в большинстве случаев это к лже православным. Которых дворки научат. Которые наполняют ненавистью людей. Они ничего больше не знают. Более подходящего материала для обращения ко Христу, чем православный, не было. Эти люди искали Бога. Это написано в Братском Вестнике было у баптистов. А я скажу, что более подходящих людей для православия, чем у баптистов, я не встречал. Учение о Святой Троице. О будущей жизни. Все у них понятно. И о Духе Святом понимают правильно. С ними надо работать. Не поносить, не ругать. А дать им учение о церкви. Вот этого у них нет. Учение о церкви у них отсутствует. Они две, двое или трое собрались. Это обман. Церковь там, где есть закон, а рукоположен от апостольской хератонии, епископат и священства. Дальше. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаре, увидев сына, сказали друг другу, Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили молкование. Время плодов наступило во времена пророческие, ибо посланные рабы были пророки, а делатели – ложные учители, архиереи и книжники. Одного они били, как Михея, коего Сидекия ударил в ланиту. Третье царство, 22-24. Другого убили, как Захарию, между храмом и жертвенником. Иного камнями побили, как Захарию, сына Иодаева, архиерея. Второе царство, 24-21. Напоследок послан был Сын Божий, явившийся во плоти. Так те самые иудеи, которые говорили, сеясь Христос, распяли Его. Извели же Его вон из виноградника, потому что вне града умершлен был Христос. Впрочем, как виноградникам называется народ, то выражение «вне виноградника» означает и то, что фарисеи, злые делатели, убили Господа, не имея на то воли простосердечного народа. Толкование закончилось. Ну вот эта притча, она не заканчивается тем, что здесь есть. И послал виноградник, так виноградник теперь весь мир, и там трудятся дети Божии. И вот такое отношение, что послал взять плоды. Ну какие плоды? Любовь, милосердие, показать, что в людях трудится Дух Божий-то. И опять же, так нам относятся. Над народом совершенно нету пастырей, никто не занимается. Кто революцию-то делал? Ни баптисты, ни староверы. Все православное, все крещеное. Дмитрий Смирнов выступает и говорит, не забывайте, Троцкий был крещеный, Гитлер крещеный, Ленин. Это все крещеное делали. И я крестил 20 лет и посмотрел, и кого я крестил-то. И это, говорит, в храме перед всем народом. И бывает там отдельно беседу он ведет. Плоды. И плоды эти принадлежат хозяину виноградника. Не угождение попам, а для Бога. И за это надо Бога благодарить, что посланные пришли, берут плоды. А кто посланные? Тут, если шире это дальше раскрыть, так это всех, кто нуждается в нашей помощи. Не надо так узко рассматривать толкование, вот только апостолы, эти пророки приходили, а потом сына, и на сыне все закончилось. Нет. Притча эта в развертке продолжается в таком же виде. И так же он посылает, и так же ждет плодов. Если так начинаем шире-то смотреть, то какие плоды я приношу? А если я работник, то нахожу ли я эти плоды? Как я отношусь к этому? Что я виноградники сам делал? Что я возрастил? Какая прибыль? В пять, в тридцать крат, в шестьдесят, или во сто крат, или вообще ничего нету, зарыл. Вот я считаю, зарытые таланты-то, платок завернул, это прямую к монашеству, никуда не идет. Послал, ну куда послал, за монастырские стены. То есть, монашество, это вызов Богу. Это прямо хула, самое настоящее научение Иисуса Христа. И по-прежнему было разрушено, 1275 монастырей в России было, все разрушено. И опять, только свободу дали, опять монастыри, монастыри, хоть три калеки, три прокуренных бомжа, монастырь. Ну, обман. В твоих руках нуждаются в этом мире и так многие. Батюшка поехал, кажется, в Рубсовске. Днем солнце светит. Сказали, там монастырь, там постучал, открывает заспанный среди бела дня. Открывает, а руки все желтые, курит, видно, там усы пропаленные табаком. Да вот мы это вот тут делаем. Какой-то огород, там полторы сотки на четверых. Под халатом можно все спрятать. Все это обман, фальшь. Ну, приняли обед. Дальше что? Ну, дальше-то свободно, ничем не занимается, теперь только доет коровку. И дальше развращение друг друга. Не женили, значит, друг на друге начинают жениться. Получая возмездие должное за свое заблуждение. Считаешь это срамотадно. С такими разговаривающими, они сидят в тюрьме, а я сотрудничал с ними. Ну, и встречаюсь. И я романах Зосима, за совращение малолетки. Я ему говорю, как же ты мог так? А теперь он там, Миша. Я говорю, у вас, говорят, монахи, а заключенные, Мишка, иди тебе, пришли там. Никакого Зосимы там уже нет. Это ни один, ни два. Почему? Потому что не работали виноградники. И когда начинаешь работать, они видят, что мы делаем что. А они прям лютуют. И все это гордость. Это от гордости вы. Что, до вас никто не говорил? Да, до меня никто этого не говорил. Этого нигде нет. Я вывел формулу, что монашество в том виде, в котором оно есть, оно принесло зло. Больше, чем фашисты, коммунисты, сектанты, масоны вместе взятые и во много раз больше. Они самое энергичное, самое смелое высасывали из народа и гробили там, за стенами. Они уходили в песок, не давая потомству. В одном монастыре у Пахоми 11 тысяч мужиков. Да 11 тысяч проповедников-то послали бы. Что бы было-то? Мухаммад, это мусульман, был бы одним из самых больших пороков в России. Какой он активный был, какой смелый. Как он желал Богу угодить. Они проповедовали, пошло другим путем. Теперь Дамасский меч сверкает над тобой. Ну, на сегодня все. Спасибо, Христос. Надо готовить завтрак. Пойдемте. Время-то что уже? Седьмой час. Встаем в 4.40. Ну, вот как приспособилась. Смотри. Простатита не будет никогда, когда кошка лежит здесь, на этом месте. Усыпилась, а что бы я ее не сбросил. Не могу даже убрать. Ну, что усыпилась-то, а? Белая. Ну, давай сойдем. Ой, молодец. Ну, отсыпись. Слазить неохота. Ой. Ну, вот-вот-вот. Мамка твоя тут. Давай, ложись. Я уйду. Ой. Ноги-то мои не даю. Сейчас.